Низкое качество осетитит Здравствуйте, друзья! Приехала в село Туркестанская область Казурский район, село Шарабхана По поводу возмущения наших аксакалов То, что нету в селе качественной питьевой воды и недостатки вода Что вы можете Вот все наши Кто у нас может высказаться по поводу того, что не устраивает Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот это калкос уже директор у населен так а брайка ехать калаку дамы дыши и жердам беру мне к словат суда хаза последнее время а в скважина вы говорите здесь у вас 23 скважины есть было а потом как они это сделали они вообще отмечили это пресную воду они у них подавался пресная вода отрезали и сейчас на это соленую вот в этом зайти в альбе зге бурн татсу и шивотурган суларым гендер вот азула коркават садов жоу тастап енд и ашу дыберваты ол ассуда браптана брак реткелет он ведь он джуб помой тут у жога себе аланды барлық ол шиватку солар донар жаттуда вы зелене суген беремізетте ол суды да жога себе болды Вода соленая? Некачественная? Да, это не убедится, как вода. Молодая вода. У нас есть вода в воде. Мы не можем убедиться. Кому я беру в воде? Да, это не без вода. не заводится , excluding . и . . . . Балар ойнам жур, о жерде. Балар ойнай, конечно, ойнайды балар. О жерде класса, келеттен көмектесетін адамда жо. Кем лед оны, калай болады оны? Оган кем кепел болады оған? Казған кезде проекты, судын тұрбасы, мен шарлағым жаннан нөтетмейді. Олар сұрады, мен агураттың ішкене 100 метрден қазып, судын күзеді. Оларды да... көмүм көмішін аттитпен, ақында көміне шаралты тұрмегіт. Өзім үші машине шарал тұрдым, мүміне текст еттіп, мнүрде 10 маған шығамды. Өзің қалтаның шығарды? Өзің қалтаның құша білініп атыр, бірақ сүз өзің қалтаның қалтаның ақша шығар бақсыз? В общем, акимат, даете оценку акимата? Мы расплодовали 950 миллион тенге. Все, что они делали, сейчас никому не валяйте. Все дороги в ауле перерылись. Зимой у нас дороги превращаются в болото. У нас все есть. И краны есть, и счетчики есть, и коммуникации есть, но только нет воды. Где эти деньги? Воды нам надо, воды. То, что они судятся с проектировщиками, то, что они судятся с гидрогеологами, это же не будет от этой воды. То есть вас вмешали вот эти вот всякие судебные процессы и страдает только... Не, ну страдает только народ же. От того, что у них там непонятно. Мы подали, говорят, суд, то, что проект неправильный был, вот эта вода нету там, что мы их отдали в суд. Ну от этого народу-то Халка никакой пользы. Пусть судятся сами, но пусть Халка суперс не вылет. То есть вы хотите, чтобы они выполнили сначала свою работу, а потом уже занимались остальной... Вот здесь протоколы, вот то, что, вот, Халка говорит, если воды не будет, мы закроем трассу. Международную трассу. А вы уже готовы пойти на крайние меры, да, перекрыть международную трассу? Да. Вот они обещали, бирынши саамызда. Обещали. Два день сув беремез. И біздин төвелер, в Озбеке жанр. Он сказал, вот, народ говорит, что мы закроем международную трассу, если не за первого. А сейчас с первого августа прошуешь два месяца. Да. Это сравнима. Далага кетватр су. Кетватр. Ааа. То есть, улар. То есть улар жер, как, ел, калатат, казахша? Таза су. Жер тоймай, ел тоймай, тима. Ту рацион. Су бос та бос кағы батыр. А оның пайгаары, калып ка беруты, орды, они сув берутся выдасты. Сув берется, кағы 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 кағы. то есть скважины колодцы все уже есть здесь вот как вы говорите америка открывать не надо но у нас он ваш вмешанный аким решил получается за новую скважину построить где куда затратил 1 миллиард тенге вот вот у нас в автобазе стоит вышка ее отрезали хотели забрать у них кран сломался сломался не успели туда поставить цистерну оттуда качать и пол аула бы у нас было перед вот это автобазку возле школы есть одна скважина там можно поставить и до автобазы вообще проблем по сути нету искусственно проблема выделить деньги до государства опять выделили деньги они опять рыли вот эту скважину то есть вы вообще знаете да я с рабочей группой мы заседали когда мы заседали на собраниях нам приходил махабад джамбетович мир до министерства скляр вот они тогда нам заявили что проблем в регионах с поставкой водой вообще нету все деньги хорошо осваиваются и все прекрасно ну вот хотите я вам хочу показать что на сегодняшний момент вот взрослые люди ахсакалы я над я думаю да такой бастермен он дэкслер алдамайт нишхарьин да если вы не верите нам то что когда я говорю нету воды вы говорите что все хорошо вот пожалуйста вам показатель если этим людям я понимаю что им делать даже как все на пенсии для заниматься нечем но они вынуждены собираться вот здесь вот у себя в ауле только потому что они не знают как куда стучать в какие двери да достучаться районы инстанционно все мы зашли то есть вы вы уже все созрели на тот отчаянный шаг что вы будете перекрывать дорогу да вообще ну как бы вот заявление вы сейчас хотите передать через меня вот канцелярию президента письмо до послания или как требование под соберется у вас поп весь а у поставить подпись вот наш президент говорил что он будет делать оценку за счет населения оценку акимом если вдруг население не устраивает таким а то тогда 30 процентов населения это дает толчок для того чтобы собрали комиссию которая будет решать нужно это таким достойно это таким или нет вам вам нужно такое письмо написать что вас не устраивает работа акима если вот дальше работа не пойдет что вас не устраивает то что у вас проблема есть она не решается на протяжении многих лет я тоже монтой кстах и мес дурс па ста кауле мес тога зима адам барву салжи через это село проходит шестьдесят тысяч население этого района там оттас вот жанна базар алтун тубе коку бель сабы рахимов нет тротуаров я слышала что у вас в прошлом году двое детей насмерть ушли здесь потому что нет тротуаров и ночью очень темно и двое в реанимацию попала вот так вот про товары сделали и тротуары можно просто покажем тротуары я не вижу просто тротуар а вон вон ага это здесь сделали освещение делают часа не освещение делает ради чего мы не знаем они ставят два метра от асфальта два метра она не освещает тротуар вот это освещение не а не а если она же вот так стоит продаж столбы 12 метров высоты она же люди-то должны ходить по тротуару ночью они будут где освещен там будет ходить правильно по дороге вот ходить по асфальту вот машины и давят ваших детей я слышала тут есть родители которые потеряли свои детей которые стали месяц назад как раз машина здесь я не вижу тротуара с той стороны вот одну дорожку вижу там дальше я проезжала не было а кусочками в общем да как бы этот тротуар а сейчас они перестали даже ставить этот столбик свет вообще песня областные районы это с дорогу делает область тротуар делает область то есть получается вот смотрите деньги выделяются немаленькие вот я ходила лично по вот этим всем комиссиям и видела суммы которые были выделены до местным исполнительным органам я вам скажу там деньги выделены немаленькие и когда я вижу вот что здесь происходит в регионах да что эти деньги вообще непонятно кому в карман ушли как они ушли мне просто становится обидно за народа при этом меня обвиняет там во всем что я хожу специально провоцирую я думаю вот эти взрослые люди пришли сюда не то что им делать нечего какой-то соплячки стоять на камеру тут что-то говорить вот наши местные исполнительные органы должны принять какие-то меры по исполнению всей всей взятые на себя это работы и ответственность брать на себя уже по этому вопросу по освещению я им подходил сказал вот сарагате вот дорога вот тротуар а освещение стоит сзади этого тротуара они говорят нет у нас проект такой проект для чего делается проект для народа для людей для человека делается ну да ну надо же работу какую-то выполнять но вы вообще считаете что вот вы вот улькем на бастор на изменения вы считаете что проблем нету брайда он и джаса я лады на них за она скважина ларга хоса на брюс на автовазгам меня капрюр кишки люблю все бонды а мать дайн-дайн-туран скважина там сколько денег не уйдет на скважина зато будет качественная вода сколько лет уже ну вот от того что у вас здесь нет вот условий для да как бы все равно тоже инфраструктура же да многие молодые семьи уезжают да с детьми мигрируют в мегагорода да потому что здесь нет условий для жизни обещали вот это 24 будет вода они построили в домах ванны и санузлы хотели как-то помыться столько денег затратили а воды нет то есть это сейчас у них ванна и туалет это дни как музей да а у нас стране все есть народу нефиг есть и геносовой не на смешно да в общем я надеюсь что сегодня наши ребята с рабочей группы сегодня будет встреча с апарбаевым в три часа дня они передадут информацию вот эту вот которую мы сняли хотя сам господин сапарбаев наверно в курсе всего вот ведь он работал тоже в этих краях свое время но наверно знать всю проблему и боли этого региона в общем просто я ребята через эту дорогу буду ездить в свой будущее лошадь для свой для детей с неврологическими заболеваниями лагерь я здесь проезжаю каждый день и вижу вот эту проблему здесь каждый день вот так сахалдар собираются и у них идет совещание по поводу того что вот проблема с водой светом у них совет старейшин проблема с водой самым главным со светом со светом как-нибудь сами да уже решите просто ваша сейчас ваша основная забота это вода больше ничего не нужно а сумма которая примерно ориентировочно нужно вообще для этого региона около 200 миллионов правильно ну что подключиться но было выделено 1 миллиард 8 80 миллионов тенге правильно деньги были все освоены денег нету воды нету спрашивать не с некого да вот вы не можете добиться когда вы планируете выходить на трассу перекрывать и если вот после того как я сдам письмо вам ответят после того как вам ответят либо до этого вы хотите выйти то есть вы как мудрые люди решили написать письмо дождаться ответов да и потом только идти на крайние меры все хорошо сейчас мы соберем подписи письмо и я привезу на следующей неделе их письмо обращение в правительство спасибо всем